Атлетическая комиссия Невады собирается убрать марихуану из списка запрещенных веществ. Атлетическая комиссия штата Невада известна за свое жесткое отношение к бойцам, употребляющим марихуану. Так, в частности, они хотели отстранить Ника Диаза на пять лет, когда допинг-тест после боя с Андерсоном Селевой показал наличие метаболитов марихуаны в организме. Согласно повестке дня, на пятничном заседании NAC комиссия обсудит возможное исключение каннабиса и его производных из списка запрещенных веществ. Если они все-таки примут это решение, то должно будет пройти три месяца, и только тогда этот закон вступит в силу. Напомним, что на употребление марихуаны попадались Ниг Диаз трижды, Янси Мадейрос, Пэт Хилли, Алекс Кассерис, Диего Брандао, Мэтт Риддл дважды и другие. Коди Гарбрандт сказал, что Конор Макгрегор был прав, когда называл Ти-Джей Дилашоу «змеей в траве». Коди Гарбрандт в очередной раз задел своего бывшего партнера по команде Ти-Джей Дилашоу, согласно MMAJunkie.com. Новый чемпион написал в своем твиттере «Ха-ха, этот дурак так и не понял, 100% маленькая змея в траве». Макгрегор был прав относительно тебя, хэштег «предатель». Он рассказал все СМИ, потому что мы узнали правду о том, что действительно произошло. Он продался и солгал всем. Напомним, что Дилашоу объяснил свой переход в Elevation Team лучшими финансовыми условиями и возможностью тренироваться с Дуэйном Людвигом, бывшим главным тренером Team Alpha Male. Валентина Шевченко рассказала, что не чувствовала силы удара Аманды Нунес. Уже в конце января на турнире в Денвере Валентина Шевченко встретится с Джулианой Пенней. Именно в этом поединке с большой долей вероятности определится следующая претендентка на титул в женском легчайшем дивизионе. Если это будет «Пуля» прозвище Шевченко, то болельщиков может ждать очень интригующий реванш между ней и Амандой Нунес. Первый их поединок состоялся на турнире UFC 196, завершился победой бразильянки и позволил ей получить титульник. Вчера Валентина стала гостей в радиоэфире Люка Томаса и рассказала о том, что уверена в своих силах и готова отомстить. Наш первый бой получился довольно интересным, и он, к сожалению, закончился не в мою пользу. Но я абсолютно уверена, что в случае чемпионского поединка из пяти раундов результат будет совсем другим. У меня нет сомнений, что я выступлю гораздо, лучше и одержу победу. Многие говорят, что Аманда очень сильный боец, но я не чувствовала этого. Во-первых, из-за адреналина. Во-вторых, все-таки я сама ударница, поэтому привыкла как наносить удары, так и получать их. Я даже не могу сказать, кто из моих предыдущих соперниц бил сильнее всех. Я предпочитаю фокусироваться не на том, какой силы удар я пропустила, а на том, как лучше нанести удар самой. Вы смотрели новости ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.